Сирийский хомячок оказался намного умнее, чем многие из нас. Подробности в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья. Среди совершенно жутких новостей последнего времени я натолкнулся сегодня утром на очень хорошую позитивную новость, о которой я сейчас вам хочу рассказать. Сирийский хомячок. Давайте посмотрим. Я нашел репортаж на BBC, там на английском языке, как ведет себя сирийский хомячок. Дело в том, что сирийский хомячок, он живет в условиях очень жестких в природе. И он прекрасно знает о том, что в природе могут быть хорошие условия, а могут быть плохие. Что есть белая полоса в жизни, а есть черная полоса в жизни. И надо быть готовым ко всему. Посмотрите, вот он сибирский хомячок, сирийский хомячок, который... Что он делает? Когда у него хорошие условия? Ну, хорошие условия у него, когда он нашел, естественно, еду. И когда он нашел еду, когда все кайф, праздник жизни, что он делает? У него заложено буквально в подсознании, что надо сохранить ее. Вот чем занят сирийский хомячок. То есть, не надо все съедать сразу, то, что видишь, а надо это отнести в хорошее в кладовочку, там положить на полочку, и все будет хорошо. Вот чем он занимается. У него, ну, в природе, по крайней мере, очень много ходов. И вот вы видите, что ученые наложили хомячку огромное количество зернышек. Ну, так сказать, достаточно много думают, что он будет с ними делать. А он берет, прибегает туда, и он их не съедает, а запихивает к себе куда-то там в заначки. Создает заначки. Сирийский хомячок. И вы посмотрите, вот что он сейчас будет делать. Вот. У него вот эти вот мешочки, куда он тащит, они просто, ну, огромные, потому что, ну, он знает, что может быть плохо. Может быть плохо. И сирийский хомячок делает запасы, потому что знает, что сейчас хорошо, а потом может быть плохо. А вот люди, в отличие от хомячка, так не делают почему-то. В природе ведь все заведено. Но есть белочки, которые складывают все в кладовочку, потому что они знают, что начнется зима. Хомячок знает, что, блин, сейчас я нашел корм, а потом может его и не быть. И многие так делают. Там медведь запасается на зиму и как бы жиром. Ну, то есть все в природе так делают. Делаем ли так мы? А вот многие из нас беспечны, в отличие от хомячков сирийских. Потому что, когда все хорошо, а было-то все как прекрасно. У нас там зарплата есть. Зачем нам ее складывать? Зачем нам откладывать, когда лучше ее стратить сейчас? Потому что, ну, как есть сегодня и будет завтра, это же очевидно, что завтра будет лучше, чем сегодня. Не так ли? Поэтому, если есть деньги, то надо купить машину, надо купить новенький айфон, надо все купить себе. Надо поехать попутешествовать, потому что живем мы один раз. И когда я говорю о том, что, ну, друзья мои, давайте, ну, откладывайте денежки. 10% всего. Я же не говорю все. 10%. И потому что, может быть, может быть, кризис. Вот что может быть. А люди говорят, нет. Они говорят, ну как, я вот буду откладывать, а потом раз, инфляция. Что делать, если инфляция? Инфляция все съест, поэтому бесполезно откладывать. Я не буду откладывать денежки. Давайте спросим у хомячка, что надо делать, как надо бороться. Хомячок! Инфляция съест твои деньги. Твои орешки плесенью покроются и пропадут. Вы знаете, что он делает? В свободное время он берет просто и переворачивает свои орешки. Значит, чтобы они были всегда в сухом состоянии, чтобы плесень их не съела. Вы скажете, банк может лопнуть. Вон сколько банков лопаются. Хомячок! Давайте спросим у хомячка, что надо делать, чтобы банк не лопнул. Хомячок! Твою норку может затопить. Дождик пойдет и все. Что ты будешь делать, хомячок? Ну, хомячок помещает свои кладовочки, размещает, во-первых, в сухих местах, а во-вторых, следит, конечно, за этим. И как только пойдет дождь и где-то начнет заливать, конечно же, он переместит их в более сухое место. Какие еще возражения? Украдут деньги! Ну, конечно, хомячок! Мыши могут прийти и сожрать все твои орешки. Но хомячок недалеко находится от своих кладовочек. Он всегда их охраняет и прогоняет всех мышей. Ну, какие еще возражения могут быть, друзья мои? 10% от своих доходов. Все финансовые консультанты говорят, откладывайте 10% от своих доходов. И получается, что за год таким образом получится, что у вас уже хватит этих денег для того, чтобы прожить 1 месяц. За 2 года у вас будет денег отложено, чтобы прожить 2 месяца. То есть нет доходов, доходы прекратились, вы можете спокойно пережить 2 месяца. Так вот, друзья мои, кризисы бывают в среднем посчитано где-то раз в 11 лет. Примерно как вспышки на солнце активности. За 11 лет у вас накопится примерно столько же денег, на которые вы сможете прожить год без доходов. У бедных только одна проблема всегда. Где взять деньги? Им постоянно не хватает денег. А вот когда люди начинают откладывать, то возникает другая проблема. Как их сохранить? Как приумножить? Ну, это просто другая проблема. И все. Была бы проблема, были бы деньги. Решить ее всегда можно. Всегда можно сохранить деньги от инфляции, вложив их в те инструменты, которые защищают инфляцию. Скажем, ну, традиционно у нас это был доллар. Сейчас это может быть золото. Это могут быть акции, которые растут. Вы говорите, акции падают. Ха-ха! Далеко не все, во-первых, падают. А во-вторых, если в Америке начнется инфляция, то акции как раз начнут расти. И золото начнет расти. Поэтому всегда можно найти, куда вложить. И надо вкладывать, конечно же, ну, самые надежные компании. То есть, ну, во-первых, лицензия должна быть зарегистрирована. Все на той территории, где вы живете. То есть, пожалуйста, брокерские компании. Все имеют лицензии, выданные Центробанком России. Эта лицензия очень жесткая. Они очень-очень сильно боятся ее потерять, потому что они потеряют при этом огромные деньги. Ну, они лишатся всего, на самом деле. Поэтому лицензия – это очень важно. Московская биржа. Вы сможете зайти на сайт Московской биржи и посмотреть список брокеров, которые там зарегистрированы. Они все имеют брокерскую лицензию от ЦБ и зарегистрированы на Московской бирже. Это защита. Колоссальная защита. И кто-то говорит, что банки надежнее защищены, чем брокерские счета. Это не так. Брокерские счета защищены намного сильнее, чем банки. И об этом говорит статистика. Ну, в общем-то, вы видели, что у банков отбирают лицензии направо-налево. А слышали ли вы когда-нибудь, что у брокера отбирали лицензии? Нет, не было такого. За последние лет 10 обанкротился всего один брокер. Но чтобы защититься от этого, это была очень-очень маленькая брокерская компания. Чтобы от этого защититься, Ну, во-первых, ищите самых крупных брокеров. Список их вы можете посмотреть на сайте Мосбиржи. Я рассказывал, как это сделать. Но самые крупные брокеры, брокерские компании, там это БКС, это Открытие, это Финам, это Аллор, по-моему, называется. Вот там четверка самых крупных сейчас очень активно брокерскую деятельность развивает Сбербанк, Тинькофф. То есть по количеству новых клиентов, ВТБ, Альфа-банк. Вот, то есть они открывают как бы дочерние компании брокерские свои. И, ну, куда банкам вкладывать деньги? Ну, в ценные бумаги. Они же, в общем-то сказать, понимают, что экономика не растет. Вот, поэтому они этому способствуют. И по количеству новых клиентов. Сейчас, ну, конечно же, все рекорды бьют Сбербанк и Тинькофф. Вот, по количеству новых клиентов. Ну, это очень мелкие клиенты. А по количеству клиентов с деньгами, самые надежные, это вот БКС, это открытие. Ну, Финам там отстает, насколько я понимаю. Вот, поэтому, друзья мои, выбирайте самых надежных брокеров. И об этом я как раз рассказываю на своем канале. Куда, в какие акции вкладывать, в какие инструменты вкладывать, акции, облигации. Когда рынок падает, тоже можно спастись. Но это срочный рынок уже, я об этом тоже рассказываю. Потому что была бы проблема, были бы деньги, а куда их вложить? Ну, эту проблему, наверное, приятнее решать, чем проблему, как наскрести денег на то, чтобы прожить. Потому что сейчас вот коронавирус, и мы все находимся на карантине до конца апреля. И Путин сказал, что с сохранением зарплаты. Но кто же ее сохранит? Кто? Государство открестилось, оно сказало. Предприниматель заплатит вам из своего кармана. Это предприниматель, которого государство пока что... Любимое занятие государства это грабить предпринимателей. И сейчас этот предприниматель должен заплатить зарплату с сохранением зарплаты. Ну, если у вас есть начальник, спросите у него, готов он платить или нет. Далеко не все готовы платить. Все, кто работал на сделке, все, кто работал, скажем, в туристической отрасли, там, в центре досуга, развлекалов какая-то. Ну, я глубоко сомневаюсь, что зарплата у вас сохранится. Поэтому учитесь у сирийского хомячка. Он оказывается умнее. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Делаете ли вы запасы. Ну, минимум на полгода должно быть в заначке всегда. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Начинайте откладывать, если вы еще не начали. До встречи.